Батареи не ледяные, но к ним легко можно прикасаться голыми руками. Тепла совершенно не ощущается. Улица Новоселов, дом 29, 2 ноября. Из четырех подъездов дома отопление включили лишь в трех. Квартира Андрея Фомина стала одной из самых холодных. Температура минус 5, и мы уже реально мерзнем. В зале вообще она ледяная постоянно почти, и на кухне тоже самое. То есть две батареи чуть теплые, две холодные. Нету отопления, деточка. Нету, нету. А дом правле на нас смотрит, как на говорящих обезьян. У нас даже не давали. Включат, час, все, отключают. Проблемы с отоплением возникают каждый год на протяжении десятка лет. Но если в прошлые сезоны батареи хотя бы были теплыми, то этот побил все рекорды. Живу с родителем, с мужем и полуторагодовалый ребенок. Соответственно, тоже ребенок. Колготки, штаны, носки, шерстяные носки, две кофты. Из ванны выходим, сразу голову феном сушим. Ну, извините, в полтора года ребенку волосы феном сушить. Я считаю, что это нормально, ненормально. Они что-то там начинают делать. Вроде ненадолго этого хватает. Буквально час-два, ну максимум полдня. Все. К вечеру, к ночи все холодное. По словам жителей дома, горячих батарей у них не было никогда. Греться приходится с помощью подручных средств – газа и обогревателя. А вот платить за холодные квартиры приходится как за нормальные. Во все инстанции обращались. Буквально во все. То есть приходят, что-то там меряют, замеряют, смотрят, пишут потом акты положительные, что у нас все нормально. Все. Никто ничего толком не объясняет. Кто говорит, там оборудование. Кто говорит, оборудование менять не надо, надо отбалансировать. Дом номер 29 на улице Новоселов обслуживает управляющая компания МПМК-3. О проблеме с отоплением здесь знают. У нас ведутся работы по поводу наладки вместе с режимной группой РМПТС по поводу наладки системы отопления в доме. То есть приезжала режимная группа, они нам рассчитывают шайбы, которые они нам установят на дом. Но в данный момент сейчас даже у меня инженер пошел замерять в квартирах температуру. Но они не совсем холодные совсем, а еле-еле теплые. По словам главного инженера, в доме были установлены индивидуальные пункты отопления, которые управляющая компания переделала на элеваторные узлы. Элеваторный узел почему-то не пошел в работу. То есть хотя режимная группа нам все рассчитала как правильно, все правильно, мы все установили как они нам рассчитали, но почему-то не получилось. Поэтому сейчас вот занимаемся этой проблемой. Сроки, ну я думаю, на той неделе. Да, стараемся чем быстрее, тем лучше, потому что отопительный сон уже начался. А пока жителям первого подъезда остается только ждать и утепляться шерстяными вещами. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».